друзья привет вы на другой кухне и сегодня я вам расскажу какие продукты для меня больше всего виноваты в наборе веса рассказываю на своих примерах но я думаю каждый из вас спроецирует это на себя и что-то найдет полезное для себя в общем расскажу какие продукты нужно перестать есть чтобы не набирать вес сейчас в наше время при огромном выборе натуральных продуктов дорогих качественных глаза разбегаются полезное стоит дороже но могу сказать когда планируешь когда начинаешь считать калории когда к тебе кто-то подсказывает как снижать вес то то что дороже становится намного выгоднее об этом обязательно расскажем как-нибудь в другой раз поэтому следите за нашими роликами про похудение а сегодня я вам расскажу о трех видах продуктов которые я исключил и мне намного стало легче на 11 килограммов на сегодняшний день представляете калорийные бомбы это первое что нужно найти и убрать из своего рациона действительно убрать то есть калорийные бомбы это продукты которые за весь день могут за время приема пищи больше всего доставляют вам калорий в организм и не переживайте это не мясо которое надо исключить а это может быть соус тот же майонез это страшная вещь мы были в магазине смотрели на пачках вот каждый раз покупая продукт читайте сколько там калорий на 100 граммов и даже постный майонез который тоже представлен на витрине вроде как постный майонез должно быть минимум калорий там калорий по моему даже больше было чем в обычном майонез практически любой даже который будет написано постный или супер облегченный или даже на сметане он все равно будет мега калорийный 620 620 калорий 620 калорий на 100 граммов сметанный 620 калорий и даже если производитель говорит что часть масла он заменяет молоком и добавляет еще деревенский желточек и все это вот ну так вкусно но 660 калорий поэтому друзья не поленитесь это важно проанализируйте какие продукты вот у вас являются калорийными бомбами и исключите их мы в своей семье сменили до минимума употребление майонеза у нас есть несколько всего салатов в который да действительно по большим праздникам майонез добавляем а в остальном майонез заменили на йогурт несладкий либо сметана соус и получается тоже очень вкусный по калорийности намного намного меньше также растительное масло перестали на нем жарить вообще заменили животным жиром с мальцем при этом и растительное масло даже вкусное дорогое оливковое в салат мы конечно не плещем вот так сверху чтобы овощи плавали даже полезные овощи если залить вкусным дорогим оливковым маслом то этот салат уже будет калорийная бомба представьте сколько калорий вы с полезными овощами в себя запихаете поэтому повторюсь не ленитесь а найдите у себя в рационе такие продукты которые можно назвать калорийными бомбами то есть ну потратьте несколько дней два-три и посчитайте что вы за этот период съели и что больше всего калорий добавила в ваш организм второе друзья срывные продукты срывные продукты опасны ни жирами не сахарами и небольшим количеством калорий срывные продукты это те продукты которые вот заставляют вас переедать который может быть даже как это сказать по аппетите нагоняют аппетит и срывные продукты могут у каждого быть свои у меня и большому сожалению это шоколад у кого-то это колбаса а кто-то не может от сыра и пока его весь не съест вот так это и работает берешь кусочек и не можешь остановиться пока не закончится плитка шоколада или вазочки вазочки конфеты тоже определите для себя какой продукт у вас срывной либо их несколько поэтому если честно со срывными продуктами проще не начинать чем остановиться так и с шоколадом я сейчас заходя в магазин я его просто не покупаю хотя раньше конечно даже когда я себя контролировал были мысли что ну вот куплю девочкам плитку шоколадки и либо коробку конфет угощу их я также своей супругой ухаживал когда мы были молодые я покупал конфеты шоколадку приносил на свидание и сам все съедал ну вот так вот было определите свои срывные продукты и сократите а что-то может быть даже уберите из своего рациона либо замените вспоминая случай из детства могу сказать что в детстве давно давно и очень часто помогал бабушки собирать ягоду у нее был большой огород была делянка с клубникой которую она собирала сама потому что нам детям не доверяла вытопчим но также у нее был большой вишневый сад несколько деревьев огромные старые крепкие где можно было забраться на макушку прям по веткам и мы собирали вот внуки помогали собирали не попробовав ягоду я мог собрать ведро но стоило раз попробовать вишню там попалась вот такая вот все сбор ягоды просто вот тормозится три в рот 1 ведро 3 в рот 1 в ведро и вот так вот и потом вроде уже и набрал бабушка вот тут уже нету там уже не достаю вот такие отговорки начинались вот так вот это и работает срывные продукты лучше не пробовать чем остановиться и третий вид продуктов которые больше всего виноваты в наборе веса это жидкие калории представляете то что практически мы не замечаем я говорю про соки про газировку многие люди выпивая ну я же не съел это же не кусок мяса либо это же не жареная картошка пьет сок и говорит да тут еще и витаминов много друзья жидкие калории тем и страшны что они просто не контролируются но если посмотреть по составу тот же сок это просто жидкий сахар а про газировку я вообще молчу на ней набираешь вес как на дрожжах у меня было пристрастие скажу так кока-коле я мог в летом по нескольку литров выпивать ее за день причем брал пол-литровые бутылочки чтобы она была еще холодной и не нагревалась большая бутылка выпил купил еще выпил купил еще вот так к жидким калориям можно отнести еще и молоко и сливки которые мы часто добавляем в кофе в чай поэтому друзья определитесь и будьте осторожны с калорийными напитками надеюсь мой пример вам был понятен и полезен друзья приходите к нам на другую кухню завтра будем что-нибудь готовить вкусно есть и при этом худеть всего доброго пока